Олимпийские лицензионные турниры по борьбе перенесены. Ожидается, что европейский отборочный турнир в Будапеште состоится в середине мая, а всемирный квалификационный старт «Последний шанс» примет София в начале июня. Однако даже эти сроки не окончательные. Как сейчас проходит подготовка, мы узнали у главного тренера сборной Беларуси по вольной борьбе Сергея Смаля. Сборная Гомельской области старается поддерживать форму. Примерно два раза в неделю тренируется на свежем воздухе. Бывает, переходят в зал на полчаса, однако здесь главное условие – посторонних на площадке быть не должно, а заниматься приходит лишь основной состав команды. 80% тренировок спортсменки проводят самостоятельно. Юниоры и кадеты на тренировки не приходят. Они, как и обычные школьники, сейчас на каникулах. Но тренеры молодежи выдают им ежедневное домашнее задание, а их воспитанники должны предоставить видеоотчет о его выполнении. Ну, что сказать, настроение в команде, в принципе, боевое, все хотят работать. Ну, как говорится, работа сейчас такая, можно сказать, для поддержки штанов, чтобы все были в тонусе, когда что-то определится конкретно со сроками, когда какие-то соревнования, хотя, мне кажется, это будет еще не скоро, только к концу года, наверное, что-то будет более понятно. Работают, хотят работать. Обидно, что вот уже этот остался всего немножко до отборочного турнира, и форма была боевая, готовность стопроцентная. Мы были готовы к завоеванию лицензии. На счету белорусских атлетов две неименные лицензии, по одной в греко-римской и женской борьбе. В планы тренерского штаба входит завоевание еще минимум по одной путевке на главный старт четырехлетия в каждом виде борьбы. Женской, вольной и греко-римской. Но на сегодня нет информации о том, где будут проходить лицензионные турниры и будут ли. Сергей Смаль отмечает, в мире борьбы ходили слухи, что о турнирах станет известно после сентября. Возможно, даже проведут чемпионат мира для тех, кто не заработал лицензии. Однако сегодня это лишь слухи. Ну, это был бы тоже интересный какой-то, интересный старт, хороший, чтобы проверить, на каком уровне у нас готовности наши спортсмены. Ну, это пока слухи, планы же какие-то, наверное, тоже у людей есть, у руководства и Международной федерации, и Международного олимпийского комитета. Но все же зависит, какая будет обстановка в тех странах, в которых будут происходить эти турниры, и будут ли они вообще происходить, и что нас ждет дальше. Сейчас перед спортсменками стоит задача отобраться на Олимпийские игры. Квалификационные турниры сдвинулись, а игры перенесены на 2021 год. Однако есть твердая цель – олимпийское золото, а серебро уже есть.